Владимир Петрович, добрый день! Добрый день! Сегодня мы находимся на территории успешного предприятия, продукция которого известна далеко за пределами не только Гомельской области, но и Беларуси. Однако об этом чуть позже. Что было здесь, на этой площади, до 2011? FreshPak Solutions, на территории, на которой мы находимся, был создан в 2011 году. Инвестор в тот момент искал производственное помещение для реализации своего первого проекта. Это проект по выдуву многослойной полимерной барьерной пленки. Единственное помещение, которое соответствовало характеристикам под этот проект, был бывший корпус радиозавода. Это помещение в тот момент не эксплуатировалось, не было инженерных коммуникаций, отсутствовали подъездные пути. Более детально поговорим о продукции. С виду простая полиэтиленовая пленка, но именно она помогает сохранить лучшее надолго. В чем уникальность и материала, и технологии? Вы правильно сказали. Мы используем абсолютно уникальное оборудование и технологии. В чем же уникальность нашего оборудования? Некоторые линии представлены в единичном экземпляре в мире. Вот сейчас мы стоим напротив линии, которые производят многослойную барьерную термоусадочную пленку по технологии Triple Bubble. То есть, другими словами, мы получаем технологию, уникальную технологию, которая позволяет быть востребованным практически по всему миру? Именно так наша пленка по своему качеству как минимум не уступает самым лучшим мировым образцам. То есть, действительно, это современная технология без каких-либо натяжек. Если говорить про географию поставок, то это какое количество стран? Это фактически все страны бывшего Советского Союза, сотрудничество независимых государств. Кроме этого, мы поставляем в том числе и в Западную Европу, и в Африку, и даже в Америку. Специальный пакет, который получает каждый член вашей команды, насколько он может быть хорошим мотиватором к эффективным результатам? Конечно, при самом лучшем оборудовании и используя самые лучшие технологии, невозможно создать продукт без участия человека. Причем, чем современнее технологии, тем больше требований предъявляется к людям, которые эти технологии эксплуатируют. Каждый из наших сотрудников имеет возможность обучения, имеет возможность получения самой современной информации, посещая международные выставки, в том числе и за рубежом. Мы организовываем обучение как внутри компании, так и вне компании. Кроме того, наши сотрудники при устройстве на работу получают гарантированный социальный пакет. Это, для примера, доставка на работу с работой служебным транспортом, это организация питания на предприятии, это посещение спорткомплекса, плавательного бассейна, тренажерного зала. Все эти блага, они датируются в очень большой части из бюджета компании. И я вам хочу сказать, наши сотрудники ценят это. Мне очень приятно видеть, как они приходят с утра с энтузиазмом на работу, и вечером уходят немножко уставшие, но довольные результатами своего труда. Павел Иванович, добрый день. Руины, так местные жители еще несколько лет назад могли смело по праву назвать заброшенные площадью завода пусковых двигателей. Почему инвестор пришел в Гомель и воспользовался вот такими условиями, а не начался с нуля? Ну, у Гринфилд-проектов, у Браунфилд-проектов есть свои преимущества и недостатки. Сюда инвестор приехал в Гомель, посмотрел на эту площадку, на это здание. И то, что ему понравилось, то, что основное производственное здание, его возможности, это 56 тысяч квадратных метров. То есть здесь спокойно и на перспективу, на довольно-таки длительную перспективу, можно размещать производство гибко. В действительности, необходимо создать одну производственную линию, две, три. Можно спокойно разместить в этом, в рамках данного производственного здания. Это первое. Второе. Существующие коммуникации. То есть в рамках города предприятие размещено, уже вписывается в инфраструктуру, есть коммуникации. Есть западная котельная, которая нас снабжает теплом, электричество, газ. Здесь проблем не возникает. Третий фактор. Это, опять же, предприятие, площадка размещается в городе. В результате есть возможность рабочим доехать до данного предприятия. То есть проблема коммуникации, транспортная, она уходит сама собой. Из минусов, да, действительно, вы правильно заметили, то есть здесь были руины поначалу. Поэтому год-полтора своего существования, первый этап становления предприятия, это был действительно разбор данных завалов. Это демонтаж всего старого, прогнившие конструкции. Это была термореновация своего здания, кровля, которую сделали заново, для того, чтобы сейчас, на сегодняшний день, здесь, в европейских условиях, рабочие могли работать и производить продукцию. Сделали все возможное и, может быть, и невозможное, для того, чтобы сейчас просто сложно было поверить в то, что когда-то здесь были те самые руины. Ну, да, старались, по крайней мере. Павел Иванович, в семье резидентов СЭС Делком-40 смело можно назвать рекордсменом, как минимум, по срокам ввода в эксплуатацию. Старались делать все то, для того, чтобы предприятие в кратчайшие сроки начало работать и производить продукцию. Потому что, действительно, инвестиции в целое здание были вложены немалые. И, как показывает практика, чем быстрее инвестиции начнут приносить отдачу, тем эффективнее предприятие начнет работать. Время-деньги? Да. Правильно, верно. Вы начинали с производства комплектующих для мебели известного мирового бренда. Следующая ступенька в развитии 2018 год, если не ошибаюсь. Да. И производство готовой продукции. Каким видите развитие предприятия в будущем? Ну, комплектующие выпускаем и по сей день. Конечно, это не является основной нашей деятельностью, но, тем не менее, продолжаем. Что касается дальнейших планов развития предприятия, это расширение номенклатуры выпускаемой готовой мебели. Так, расширение географических рынков, если, скажем так, на сегодняшний день, пока рынками являются страны Восточной Европы. В дальнейшем планируются эти готовые изделия, эту мебель отправлять и продавать на рынках Германии, далее в Соединенных Штатах Америки. Ну, и открывать, опять же, российский рынок. То есть, вот это географическое расширение рынков продукции. Расширяется и гамма, как я уже сказал, номенклатура выпускаемая, то есть, добавляются различные виды и швейной продукции, и мягкой мебели. Соответственно, под это, опять же, предприятие обладает свободными производственными площадями. Есть возможность дооборудовать, дообустроить здесь производственные линии. Соответственно, в связи с этим увеличением возможной выпускаемой продукции будем и рассматривать, и искать новый дополнительный персонал. То есть, это и новые рабочие места, что, безусловно, интересно будет услышать зрителям «Беларусь-4» и рост заработной платы, а значит, и развитие региона. Да, очевидно, что так. Павел Иванович, спасибо за интервью, успехов в делах. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова